Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня я отвечаю на вопрос от подписчика IAMDWISH Как в Speed3 сделать отдельный меш листьев от веток и ствола в формате OPSH или для Cinema 4D? Поехали! Итак, на вопрос я буду отвечать на примере SampleBroadLive, который находится в папке Speed3 Cinema SampleBroadLive от Samples Его открываю и сейчас расскажу, как же экспортировать весь меш листьев, который вы создали в Speed3 А также как отдельно High, Med и Low Если вдруг понадобится Чтобы экспортировать весь меш листьев Просто выбираем BatchLive То есть самую верхнюю Короче, тот слой с листьями, которые вы создали В данном примере это BatchLive BatchLive А вот их тут 600 тысяч треугольников И что мы делаем? Нажимаем файл Export Selected as Mesh И экспортируем его в FBX Здесь настройки можно оставить по умолчанию И нажимаем ОК Готово! По умолчанию здесь выбрана Resolution Medium Также можно High Poly экспортировать и Low Poly Low Poly весит 394 треугольника Ну давайте можно и Draft даже Draft это прямо упрощенная версия Но она сильно урезает дерево Поэтому обычно Я все-таки Оставляю Low Если Low Poly А Draft использую если Уже тормозит в Report Но для экспорта лучше ниже Low не использовать Потому что так сохраняется хотя бы форма При драфте она нарушается Вот И давайте экспортируем Low Тем же самым способом Export as Selected Mesh Нажимаем ОК Ждем Готово! Давайте проверим то, что получилось Я для этого буду использовать 3D Max Так как Cinema 4D я не использую Поэтому я буду показывать в 3D Max Импортирую объект SampleBruitLeaf Чтобы проверить Medium Сетку Вот 613 треугольников И теперь Low Сетка Как видите 394 треугольника Все правильно Она уже сразу загружается с текстурами Ну и материалы там Настроить можно В той же Cinema В Max В Мае Уже не важно Я думаю Разберетесь Теперь задача Экспортировать Отдельный листик Который мы создали Что для этого нужно сделать Здесь В Meshes Как помните По предыдущим моим урокам Находятся все Меши То есть Конкретно Относящиеся К материалу Здесь их Я так понял Два В примере Ну давайте На одном я покажу Здесь есть High, Med, Low Их можно заменить Если нажать Эти три точки То есть Своим Мешем А также Можно экспортировать Любой из Мешей Давайте экспортируем High И Low И проверим Как они выглядят Импортируем Live High Вот такая вот У него сетка И Low Выглядит Два полигона Два треугольника Таким образом Как-то так В принципе Ничего сложного Также я хочу Обратить ваше внимание На папку C Program Fast Speed3 Speed3 Cinema Ваша версия И скрипт Здесь находятся Скрипты для 3D Max Cinema 4D Clarisse Houdini И Maya С помощью них Можно импортировать Объект дерева Или листьев Уже с настроенными Материалами Под определенный Рендер Вы можете Зайти в Help Здесь Support Documentation И Speed3 Modeler Здесь есть Информация О том Как импортировать Import2 И Вот Подписчик Хотел Cinema 4D Можно нажать Cinema 4D И здесь Рассказывается Как экспортировать Импортировать Вот Если нажать Exporting Здесь есть Полное описание Есть специальный скрипт Я расскажу О 3D Max Так как я Cinema 4D Не использую Но здесь Этот скрипт Есть Вот Выделяю Путь Scripting Run Script И данный скрипт Выбираю Появляется окно С настройками скрипта Которое позволяет Импортировать V-Ray Mental Ray Redshift R0 Если нажать Например Import V-Ray Выбрать Файлик Который Вы экспортировали Был FBX Но также С ним Идет STMAT И вот Наши листики Если сейчас Открыть Редактор материалов Нажать Пипетку То Вы видите Multimat И Настроенный Материал Вереевский 2-sided Для каждого Листика Там Куча Была Поэтому Вот Так Все Это Дело Здесь Есть На этом Урок Закончен С вами был Кривуля Андрей Чали Задавайте Вопросы В Discord В YouTube В комментариях И Ждите Новых Ответов Всем Мир Субтитры Субтитры Субтитры